Всем привет! Пока мы с вами чилили на своих балконах, Sonos не теряли время и выпустили новый продукт. И он уже у нас! Самое сложное в установке ARK это достать его из коробки. Дальше все просто. Приложение и далее, далее, далее. ARK это новый саундбар, который пришел на смену старому доброму PlayBar. Дизайн выполнен в современном стиле. Простые формы, простые цвета, черный и белый. Простота дизайна исходит из главной задачи производителей создать колонки, которые гармонируют, а не выделяются. Sonos сгладили углы и новый ARK имеет овальную форму. Как по мне, так выглядит даже лучше. ARK имеет 8 эллиптических вуфера и 3 угловых твиттера и 11 цифровых усилителей. Всем им назначены выделенные левый, правый и центральные каналы, а также левый, правый объемный звук и звук, направленный вверх для создания эффекта погружения в систему 5.0.2. Это делает ARK шире, чем PlayBar на 25 см. Ширина ARK 114 см и это позволяет ему идеально разместиться под любым современным телевизором. Функция TruePlay стала еще более доработанной и приятной. Теперь, благодаря новой прошивке приложения Sonos S2, учитывается еще и высота помещения, но активировать эту функцию, к сожалению, можно все еще только через iOS. По классике, над созданием ARK работали звукорежиссеры, получившие Оскар для лучшей передачи человеческого голоса. И теперь американская мечта выглядит так — стать звукорежиссером, получить Оскар и работать на Sonos. ARK может воспроизводить звук в формате Dolby Atmos, но при условии, что ваш телевизор поддерживает передачу Atmos. Если у вас на телевизоре есть выход HDMI ERC, поздравляю, вы счастливчик. А если же у вас обычный выход HDMI ERC, то не спешите расстраиваться, поскольку вы также получаете хороший качественный звук формата 5.1 и 7.1, при этом разница с PlayBar заметно слышна. Поскольку SoundBar имеет только один вход, некоторые любители консолей могут негодовать, а поскольку в их ряду в последнее время прибавилось, то сразу скажу в защиту Sonos, что это сделано намеренно. И не потому, что производители хотят, чтобы вы больше времени общались друг с другом, а не смотрели в экран. Нет, теория заговора совершенно не в этом. Просто когда вы подключаетесь через HDMI, вы продолжаете использовать пульт для дистанционного управления громкостью. То есть, ваши привычки в использовании телевизора не меняются. Конечно, для многих это прозвучит неубедительно, но от ваших слезок второй порт не появится, поэтому остается только принять и простить. Как и BIM, ARK поддерживает Chromecast и AirPlay 2. То есть, если ваши друзья пришли к вам в гости, им не обязательно скачивать приложение для того, чтобы подключиться к вашему SoundBar. Они это могут сделать либо же через AirPlay 2, либо же через Chromecast и со своих стриминговых сервисов выводить свою музыку на ваш SoundBar. Можно голосовое управление через Alexa или Google Assistant. Кстати, второй более корректно работает на территории Украины. Голосовой помощник может управлять приложением, которое интегрировано на ваш телевизор и совместимо с помощником. Вы можете открывать приложение, закрывать приложение, можете делать смену трека вперед-назад, можете переключать видео, можете управлять громкостью. Если же у вас дома установлена система «Умный дом», такая как Crestron, то вы можете давать команду и на эту систему. К примеру, мы такое делали в обзоре на BIM, мы открывали-закрывали ролеты и управляли освещением. Можете ознакомиться, здесь это работает аналогично. Также тут присутствуют еще две отличнейшие функции. Первая – это ночной режим, когда усиливаются тихие звуки и снижаются громкие. И вторая функция – это улучшение речи. Фокусировка идет на диалог и усиливаются звуковые частоты, связанные с человеческим голосом. Это делает просмотр фильма еще более приятным. ARC отлично подходит для связки домашнего кинотеатра, плюс обновленный сабвуфер станет идеальным дополнением. Но и сам по себе ARC имеет достаточное количество звука для того, чтобы заполнить гостиную комнату даже самого большого размера, а подключив две тыловые колонки в связке кинотеатра от настоящего кинотеатра просто не отличить. Первое впечатление – хочется смотреть и слушать, не отрываясь. И даже несмотря на мелкие погрешности, такие как один вход или активация Trueplay только через iOS, ARC все равно остается отличным саундбаром. То, как он звучит, не оставит равнодушным даже самого сильного скептика. Но если такой и найдется, и посчитает, что высокие частоты не такие уж и высокие, а низкие басы какие-то слишком высокие, то все можно подкорректировать под себя в настройках. Sonos дает для этого отличную возможность. Пишите свое мнение о данном саундбаре в комментариях, ну а мы увидимся в следующих видео. Субтитры создавал DimaTorzok